Доброго всем дня! И еще, дорогие друзья, вы смотрите StopGame.ru и это передача «Разбор полетов». С вами, как всегда, он Василий Гальперов, я Максим Солодилов. И сегодня к нам попала игра из комментариев, хотя мы в целом на фоне выхода фильма «Дэдпул» захотели взять что-то комиксное. И это игра Spider-Man 2000 года. Некоторые ее так и называют Spider-Man 2000. Игра Spider-Man вышла в 2000 году на PlayStation, Game Boy Color, Nintendo 64, а год спустя еще и на Dreamcast и персональные компьютеры. И для чистоты эксперимента я играл версию для персональных компьютеров, а Вася гонял через эмулятор для PlayStation 1. Да, мы посмотрели, что на метакритике эти версии отличаются чуть ли не на 20, а то и 25 баллов. И было интересно, в чем же заключается вот такой разрыв между этими версиями. Поэтому каждый из нас решил испытать свой собственный экспириенс от этой игры. Ну и на самом деле Вася просто хотел отомстить мне за прошлый раз, связанный с Ведьмой из Блэр, когда он страдал, а у меня все было хорошо. Но, как выяснилось, не сильно я отомстил, поскольку Spider-Man оказался не настолько ужасен на разных платформах, насколько он мог бы оказаться. Плюс ко всему, я помню, как во времена своей бурной молодости, когда ходил в школу и к матери на работу играть в компьютер, я гонял в этого Spider-Mana и даже его проходил на ПК. Это было очень давно, почти неправда, но тем не менее, я помню, что вроде как ничего супер плохого в ПК-версии быть не должно. Но мы сейчас обо всем по порядку будем рассказывать, конечно. Я тоже играл немножко в детстве, но на PlayStation 1, но совсем чуть-чуть, я уж не помню, почему до конца я игру не проходил. Ну да, не важно. В этот раз мы оба все прошли до конца. Игра была разработана студией Neversoft, которая делала такую замечательную линейку игр, как Tony Hawk's Pro Skater, которую я очень люблю. Ну, причем, если мне память не изменяет, во второй части Человек-паук выступал в роли скрытого скейтера, у которого был свой уникальный набор трюков. Ну и сам Spider-Man 2000 сделан как раз на движке Tony Hawk'a. Но давайте ближе к самой игре. Встречает игра нас музыкальной темой из... Откуда, кстати, эта тема? Не знаю, но это что-то очень старое, из какого-то старого мультика, что ли? То есть это же не из мультика 90-го как раз года. Не-не-не, это где-то 70-х, по-моему. Там же было что-то... Ну, то есть там прям такая... Там вообще непонятно был текст абсолютно, кроме слова Spider-Man. Не, ну тут она такая веселенькая и сразу настраивает на нечто несерьезное, а вот именно в таком задорном комиксном стиле. И, собственно, сама игра, она не старается там из себя давить какую-то непонятную драму, там, знаете, с мертвым дядей Беном, что сейчас каждый очередной перезапуск Spider-Man пытается сделать. Она просто сразу же начинается задорненько и, в принципе, такая вот ненавязчивая атмосфера будет в ней до самого конца. Поскольку я сумел добыть версию для PS1, разумеется, только с торрентиков, то мне попалась на самом деле версия с русской озвучкой и с русским переводом настолько русской, что лучше бы было английское. Потому как, ну, там я даже не буду говорить, что все персонажи говорят мужским голосом, что у меня не черная кошка, а черный кот, который говорит голосом Хрюнделя из мультика Масяня. Привет, черный кот, как дела? Я знаю о твоих проблемах, но сейчас грабят банк, и они взяли заложников. И прочее такое, поэтому про сюжет расскажет Максим. Ему он был, наверное, понятнее, чем мне. Не то, чтобы я его не понял, но на всякий случай пускай Макс это делает. Начинается все с некой выставки, где доктор Осьминог что-то презентует, но внезапно врывается Человек-паук и крадет как раз вот этот презентуемый агрегат. Но Питер Паркер на самом деле в толпе зрителей. Он понимает, что на сцене какой-то самозванец, и надо в срочном порядке его ловить. Тут же он натыкается на Эдди Брока, который усиленно фотографирует злодеяние паучка на сцене. Они толкают друг друга, но Эдди Брок толком не замечает Паркера, и тот убегает переодеваться в костюм паука. А в это время Эдди фотографирует, его замечает самозванец-паук, разбивает его камеру, и Эдди начинает грустить от того, как его будут ругать в издательстве, и поэтому превращается в симбиота и уматывает. Ну ты знаешь, как хипстер впал в депрессуху из-за разбитой зеркалки. Сразу же после этого, в первой же заставке нам показывают, как некие силуэты, которые, ну вообще никогда не догадаетесь, кто же это, выпускают в город некий газ, который заполоняет нижние, скажем так, слои Нью-Йорка, и не знаю, убивает ли там всех или нет, об этом не говорят, но по факту единственное, что делает этот газ, это убивает человека-паука, если он у него падает, поэтому падать вниз нам нельзя. И вот с этого стартует, собственно, игра. Мы оказываемся на крыше высотки, куда спрыгивает еще и женщина-кошка, непонятно, правда, откуда. И что первое, я сразу обратил внимание, ни у кого не движется рот. То есть у человека-паука это ладно, он там в маске, и это нормально, но у женщины-кошки выглядит немного нелепо. Сама она выглядит как-то немножко старуха какой-то, если честно, с этими седыми волосами. Не знаю, мне просто позабавило, что грудь-то у нее колышется, а вот рот не открывается. Но рот не открывается ни у кого, он на самом деле и в первой заставке ни у кого не открывался. Но внимание обратил, ну да и черт с ним. И тут нам презентуют игровой процесс. Я, поскольку очень люблю игру Spider-Man The Movie, и у меня еще сохранились какие-то воспоминания, они очень хорошие, и я в целом помню, какой там был игровой процесс. Здесь, поскольку игра старше, он несколько недоработан, и то есть мне не хватало некоторых фишек из той игры уже, следующей. Ну, наверное, самая большая фишка, которой не хватало, это возможности повернуть камеру. Потому что здесь она... Ой, сложно сказать. В общем, когда ты начал бежать, она у тебя фиксированная, пока ты не остановишься. Когда ты остановился и повернул Человека-паука в какую-нибудь сторону, она перемещается ему за спину. Но довольно долгое время ты можешь там бежать, например, на экран, там смотреть абсолютно в другую сторону, потому что камера повернулась не туда, куда надо. Но это как бы все понятно, потому что во времена PlayStation 1 еще могло не быть дуал-шоков, то есть двух стиков для поворота как раз камеры. Поэтому я, кстати, заметил, поскольку у меня на моем диске было две игры сразу, в Spider-Man 2 уже можно было вертеть камеру стиком. То есть тогда уже появились, видимо, дуал-шоки, и эту функцию автоматической подстройки под персонажа убрали. Ну, такая же возможность была в Spider-Man The Movie. И еще как бы проблема в том, что ты, например, когда прыгаешь на своей паутине, ты тоже не можешь менять направление. Нельзя как-то чуть-чуть в сторону лететь. То есть он летит тупо прямо. Если ты хочешь куда-то повернуть, то надо прыгать конкретно в сторону. В общем, не очень удобное управление в этом плане. Я сразу же сменил себе кнопки, потому что оригинальное управление очень какое-то неудобное, непривычное. Без проблем все сменилось, что хорошо. И продолжил играть. Я, кстати, вспоминаю, что когда играл давно-давно в этого Spider-Mana, у меня какие-то проблемы возникало, вот перемещение на паутине между зданиями. Я постоянно падал вниз. То ли не мог понять, как это работает, то ли еще какая-то фигня. Я готов был к тому, что я опять там начну падать в самом начале, но, как ни странно, этого не случилось. У меня в целом случалось, потому что, несмотря на то, что здесь Spider-Man цепляется паутиной за потолок, когда вот он просто прыгает. Причем, если даже присмотреться, иногда видно, куда твоя паутина выстрелила. То есть в небе такой пучок приклеенной паутины. Не всегда реагирует Spider-Man на нажатие клавиш. Вообще управление не шибко отзывчивое. Ну и, кстати, насчет озвучки, у тебя-то там все вещало одним голосом, а тут голос Стэна Ли в роли автора на самом деле. Да, это упоминалось. Единственное, что, конечно, голос Стэна Ли у меня абсолютно был не похож на голос Стэна Ли, но он, по крайней мере, себя назвал. В общем, мы забираемся в банк, где происходит ограбление. При этом там вертолет бандюков сбивает два полицейских вертолета. Мне понравилось, что полицейские вертолеты вооружены какими-то непонятными системами залпового огня такими. Ну, то есть у них прям по 16 ракет с каждой стороны висит. Нормальный полицейский городской вертолет. Ничего не могу об этом сказать. И мы попадаем внутрь банка, и нам необходимо спасать заложников, которых взяли грабители. Я во второй комнате зафейлил все спасение. Заложника убили, и давай начинай заново. И выяснилось, что в игре уровень сохраняется сначала, и все, тебе надо пройти его до конца, чтобы было следующее сохранение. Есть иногда чекпоинт, правда, но очень редко. Да, но он бывает не во всех уровнях. Но в целом они довольно маленькие, так что большой проблемы не испытываешь. Я, кстати, тоже, по-моему, там зафейлил, но, в принципе, довольно неплохо можно расправляться с врагами, постоянно прилипая к потолку и поджидая противников. Они как-то вверх особо не смотрят никогда. Затем оказалось, что банк заминирован, и надо срочно что-то делать. Появляется таймер. Но оказалось, что все довольно просто. Нужно отнести бомбу в сейф, и там ее закрыть. Несет спайдермен бомбу очень смешно, так медленно-медленно. Ну ее можно кидать, и это будет побыстрее немного. Да, но я вот не рискнул ее кидать, поэтому я дошел до сейфа. А я вот тут вспомнил свое, опять-таки, босоногое детство, и понял, что можно было ее кидать. При этом она очень так забавно в само хранилище заезжает, если ты ее кидаешь ровно на стыке двери. Она так докатывается немножко вовнутрь хранилища. Но вообще таймер не прощает тебе ошибок, поэтому надо стараться быстро. Несмотря на то, что он там дает чуть ли не полторы минуты, там время, по-моему, течет значительно быстрее, чем в реальной жизни. Слушай, вот это у нас, наверное, различаются версии, потому что на ПК дали две минуты и две полные минуты. Я ее выкинул на минуты 14, учитывая, что там, ну, дотащить ее, как бы, нефиг делать. Ну, не знаю, я вот поскольку очень долго шел, и я ее не кидал, у меня на это ушла минута. Но в конечном итоге все равно, чтобы поставить ее на место, ее пришлось кинуть. И, блин, Спайдермен ее так сильно кинул, что в итоге действительно, наверное, проще было кидать. Ну, как-то страшно бомбу кидать, вдруг она взорвется. Но в итоге мы закрываем сейф, она взрывается там, и никто не пострадал. Тут, наверное, стоит еще немножко рассказать про боевую систему в игре. Дело в том, что это такой немножко битымап, то есть много противников, и у нас буквально там есть удар руками, удар ногами и выстрел паутины. Причем паутиной можно стрелять просто связывая противников. Можно кидать огромный такой комок, можно сказать, ракету пускать паутинную. Можно себе сделать руки какой-то непонятной паутиновой жижи, которая, видимо, больнее бьет. И там еще есть такой купол над собой, можно воздвигнуть паутины. Но все это требует картриджи. То есть это те времена, когда спайдермен ходил и вставлял себе картриджи в руки, чтобы стрелять паутиной. Ну, это ж разные вселенные. Там в некоторых у него она органическая, в некоторых искусственная. Я, кстати, ни разу не пользовался вот этими перчатками. Они, по-моему, один раз сделались сами, но я как-то не разбирался, как их делать. Поэтому в итоге ни куполом, ни перчатками не пользовался, только вот этот плевок паутинный использовал, потому что без него вообще не пройти. Но следующий уровень, нам нужно быстро бежать в издательство Дели Бьюгл, потому что Скорпион напал на Джона Джеймсона. И надо его спасать. Да, появляется, значит, вверху такая полосочка, которая говорит нам, сколько Скорпиону осталось, чтобы добраться до своей жертвы. И я тут даже, знаешь, решил не убивать врагов, просто пропрыгал, там, знаешь, пробежал, проскакал по всем этим местам, и мы врываемся, собственно, в здание газеты. И тут нам предстоит бой со Скорпионом, который у меня вызвал некоторые проблемы. Два раза Скорпион убил меня, когда у него оставалось в жизни вот вообще писечка, то есть вообще ничего у него там не было. И это было очень обидно, потому что два раза и подряд. А я как-то быстро сообразил, что, ну, как бы его чуть-чуть связываешь паутинкой, и можно несколько раз напинать, а потом отпрыгиваешь. И да, у меня тоже там жизни подошли уже к концу, но у него к концу они подошли быстрее. Я просто еще пробовал сначала там какими-то объектами кидаться, но в итоге я загасил его даже без паутины. Тупо бьешь его два раза ногами, отпрыгиваешь, два раза ногами, отпрыгиваешь. Несмотря на то, что мы помогли Джей-Джею, он все равно желает паучку смерти, поимки полиции и так далее. И поэтому, как только Скорпион оказывается мертв, в здание врывается отряд спецназа, и нам необходимо убегать от полицейского преследования по крышам домов. Плюс вертолет начинает лететь по нашу душу. Взрывая город нахрен, просто ломая там какие-то, блин, башенные краны. Взрывая у домов чердачные лестницы, плакаты. Серьезно? Настолько нужно поймать паучка. Да, стрелять из пулемета по окнам. Там в какой-то дом надо было ползти. Он постоянно ракеты стрелял так, что окна загорались у этого дома. При этом на самом деле довольно сложный подъем. Вот это как раз где надо по этому дому ползти. Да, я тоже неоднократно там падал, потому что не успеваешь тупо проползти по этим деревяшкам, и паучок срывается, падает вниз и умирает. Но на самом деле, Скорпион, ты сказал, умер, он не умер. Его просто повязала полиция. Ну это ты понимаешь же, что... Под умер я понимаю, что он проиграл. Все мы знаем, что никто не умирает в этих комиксовых вселенных. И еще любопытно было, что когда мы только выпрыгнули, мы встречаемся с Орви Головой, который по нашей интонации понимает, что мы невиновны, а мы ему рассказываем про самозванца. И вот тогда уже мы бежим от вертолета. И вот на этом здании как раз не хватало способности паучка прыгать вверх с паутиной, которая была в The Movie. Я постоянно там так путешествовал, мне здесь ее люто не хватало, и это место оно прям бесить начало, потому что не усрывается паучок, не успеваю я проползти с этим вертолетом. Я в итоге так и не понял на самом деле, как прошел, потому что по идее там, грубо говоря, даже закономерности никакой нет. Успеешь или не успеешь, вот и все. Надо просто высоко прыгать в самом начале, чтобы попасть на второй уровень этого здания, на второй уровень окон, и тогда все нормально, успеваешь практически в последний момент толстить. Но согласен с тобой, есть там некоторая проблемка в этом плане. Мне еще понравилось на самом деле, что полицейский вертолет задел там хвостом какую-то радиобашню и просто упал, я так понял, разбился, все погибли в этом вертолете, я не знаю, паучок даже не попытался их спасти. Ну ладно, бывает. Далее мы встречаемся с кошкой, и до того, как идти по пятам симбиота, нам нужно расправиться с носорогом, который просто потешно выносит с экрана женщину-кошку в заставке, причем с таким характерным звуком, мне прям реально очень смешно стало, потому что по факту он должен был ее проколоть, убить, и в общем все должно было быть намного плачевнее. И нам предстоит с ним биться. Ну и битва в принципе не то, чтобы сильно какая-то сложная, довольно быстро можно понять, что от тебя требуется, загонять просто носорога на электростолбы, он такой дурак, он там таранит, ну в общем то, что мы видели уже огромное количество раз в играх. Ну кстати забавно, потому что я что-то этими электростолбами не воспользовался, и в итоге у меня носорог убился тупо сам об стены, просто об стены, не электрические. Я понял, а разве он получает урон, когда стены врезаются, по-моему нет. Но он когда врезается, может он там и не получает урон, но он в них застревает, я подбегал и бил его. В итоге появляется доктор Осминог, в сопровождении полицейских и работников скорой помощи, первые арестовывают носорога, а вторые забирают женщину-кошку. Кошка нам говорит, а нет, они не настоящие врачи, но спайдермен дурак, и поэтому кошку забирают. Но мы отправляемся не по ее душу, а по душу Венома, который внезапно появился в городе и схватил нашу жену, я так понял уже в данный момент вселенной, да, жену, Мэри Джейн Паркер, и отправляемся выручать ее. И миссия, которая следует за вот этой заставкой, это то, что мы должны гнаться за Веномом. И вот насколько я помню свое, опять-таки, босоногое детство, это была просто геймбрейкинг-миссия. Потому что к моему неумению нормально передвигаться на паутинке добавлялось еще и то, что, в принципе, Веном очень быстро бегает, очень резко от тебя отрывается, и ты по факту должен знать его маршрут, чтобы за ним поспевать. Потому что иначе очень сложно бывает успеть, чтобы он не оторвался окончательно от тебя. Не знаю, он умудрился уйти от меня всего один раз, в первые же несколько секунд, но со второй попытки я его одолел. До этого мы, кстати, еще встречаемся с Джонни Штормом, этим человеком-факелом, который здесь постоянно горит, так что не понять, он белый или чернокожий. Да, такие камео, знаешь, конкретные. То есть они появляются и исчезают. То есть Стэн Ли даже большую роль играет в этой игре, чем вот остальные персонажи. Да, но это приятный такой штрешок. А дальше, действительно, мы гонимся за Веномом, причем я еще нашел какой-то костюм железного Спайдермена. Да-да-да, броню, которая помогла мне, в принципе, в битве с Веномом. Правда, у меня была небольшая проблема вот в погоне, в этот раз она тоже как бы оказалась не такой простой, как хотелось. Дело в том, что когда ты попадаешь там в здание, такая заставка, ну полузаставка случается, когда вы с Веномом там бежите и разрушаетесь на своем пути в здании, у меня когда Веном выпрыгивает из здания, паук бежит за ним, но он почему-то залезает на стену вот этого вот проема образовавшегося и сидит там, то есть он за ним не выскакивает. Не знаю почему, три раза так повторилось, и приходилось быстро отскакивать, быстро разворачиваться, прыгать в ту сторону, в общем, там на краешке просто вот этой полоски. Я успевал догнать эти Венома. Ну а потом нам приходится с ним драться. Веном время от времени становится невидимым, а когда появляется, то очень любит подбежать и схватить паучка, и начать на него, судя по всему, вонять на самом деле, потому что паук комментирует это, господи, как у тебя воняет изо рта, ты бы зубы почистил. Ну мне кажется, он начинает его облизывать, как раз, открывая тем самым рот и дыша на него. Может быть, но в целом вот такие комментарии, они придают некоторый задор происходящему, и поэтому ничего не воспринимаешь всерьез, оно все очень так потешно. Ну да, он в целом такая игра забавненькая, я говорю, не пытается ломать какую-то ненужную вообще драму, и серьезно исчезнуть строить. Мы, конечно, побеждаем Венома, но он успевает спрыгнуть в канализацию, и вот тут начинается длинный путь до финальной битвы с этим Веномом. Куча просто канализационных каких-то тоннелей, заполненных ящерами, кстати, довольно сильно бьющимися. Я бы не сказал, что ящерицы еще сильно бились. Ну да, ящерицы еще можно как-то, скажем так, адекватно с ними драться, хотя они тоже там с некоторых ударов одну пятую там могут отнять, или одну шестую уже из них. А мы оба играли на средней сложности. Да. В принципе, канализационные трубы, они примечательны лишь тем, что там можно свалиться и умереть с одного раза, как бы там все ваншотят в этом плане. Но если ты на паутинке прыгаешь, то ты точно докуда-нибудь долетишь. Плюс тебе показывают же альтернативный вариант перемещения, когда можно прицелом выбрать, и до какой трубы допрыгнуть, и паучок сам автоматически переберется. Да, но это не очень удобно, и не всегда он почему-то хочет прыгать. То есть в некоторых местах этот указатель, он красный, нифига, паучок туда не прыгает. А позже мы попадаем в метро, и нам нужно доехать до следующей станции. И вот не знаю, как у тебя, я с этого метро падал раз 12. Да нет, я, наверное, раза два или три всего падал. Я занял позицию на переднем вагоне, так, чтобы видеть приближающиеся сферы здоровья и патронов, потому как они у меня закончились, ну, эти картриджи, и всех врагов, которые там подходили, я просто ногами спинывал с поезда. И, ну, где-то раза, наверное, с четвертого, с пятого я доехал, такие, до местного значения. А я вот каждый раз, когда пытался там кого-то спихнуть, очень часто улетал с поезда, потому что здесь довольно паршивая система наведения на цель. Во-первых, нельзя переключаться между ними, она автоматически выбирает, кого бить. И если ты уже начал камбуху, то есть ты там три раза нажал удар ногами, то он будет ее делать, даже если вот третий удар придется на то, что ты будешь уже падать в пропасть. Он все равно его выполнит и упадет. И это меня подводило много-много раз. У меня проблем вызвал момент, где надо там воду вниз-вверх толкать, я то постоянно тону, то как-то, знаешь, паук срывался там, то есть ты же должен выпрыгнуть и зацепиться, чтобы, ну, нормально вниз там сползти. Я там выпрыгивал, не успевал зацепиться, там падал в эту воду, и там надо было какую-то заставку ждать после загрузки несколько раз. Мне стало лень после нескольких раз ее пропускать. И я вспомнил внезапно, что я играю вообще-то на эмуляторе. На эмуляторе есть прекрасная кнопочка сохраниться-загрузиться. И я подумал, а почему бы нет? Ну, то есть не тратить время на прохождение одних и тех же моментов, просто потому что там сорвался и упал. И я вот в этом месте ее заюзал. Она меня там спасла пару раз. Причем там следующий момент тоже там с опусканием воды, там какое-то такое квадратное помещение, и надо из стороны в сторону летать, и какие-то рубильники нажимать, чтобы я вот не понял, что должно случиться. То есть вода должна была спуститься, но когда вода спустилась, я прыгнул вниз, там такой центральной как бы чаши. Я не понял, куда там идти. То есть не было вообще места, куда можно было бы попасть. То ли он опускается, потому что через какое-то время там появился проход. Откуда он появился, я не понял немножко. Короче, и тут ты умудрился считерить. Почему? Ну, потому что сейф лоуд. Мне-то приходилось все с первой попытки делать, иначе при смерти уровень сначала. Ну, при смерти уровень сначала. Уровень-то начинается как раз вот этого момента, по-моему. Просто уровни уже довольно большие, и если ты использовал сохранение, то ты читер. Нет, не читер. Макс, я двери открывал. Я имею право немножечко почитерить после этого. Тем более, что это читы не на бесконечной жизни, а просто на то, чтобы не ждать. Ну да ладно. В один момент, когда ты там ползешь по потолку, и там какие-то железные штуки с разных сторон, они сталкиваются, типа тебя расплющивая. Первый раз я этого не ожидал, и честно, я аж испугался. То есть я дернулся от того, что произошло, потому что такой подставы я не ожидал. Визуально казалось, что слева и справа там просто какие-то коридорчики, куда можно залезть, и возможно там лежит комикс, но нет. Ну и в итоге мы доходим до запертого ящера, который говорит, что его замуровали. Его же эти приспешники пытаются убить паучка. Секундочку, позволь. Чет, я не помню такого момента, никакого ящера и так далее. А, ну ты может его не нашел? Ну я, да, я полз. Там же веном постоянно тебе говорит, типа такой, знаешь, теплее, теплее. И ты приходишь к кое-то месту, и там прям на стене было написано ворм, а потом ход. Ну и, то есть я, видимо, шел правильно. Это значит, ты пропустил эту комнатку, то есть она опциональная. Ммм, ну она что? Я подошел к ящеру, и он говорит, меня заперли, а твоя жена, она там через три коридора направо поверни, а там еще потом поверни, еще туда, туда, туда. То есть он говорит, где она. И если ты этим инструкциям будешь следовать, то спокойно придешь в нужное место. Хотя, в целом, несмотря на то, что здесь вроде как лабиринтик уровня, все равно они линейные довольно. Так что без проблем ты находишь, куда тебе нужно. Тем более, да, что веном постоянно подсказывает теплее, теплее, горячо. Ну вот, собственно, я без проблем как раз и нашел, оказывается, венома. И, в принципе, победил его тоже без особых проблем. У меня до его было паутины довольно много, и можно было у него шарики эти кидать. Он, конечно, постоянно меня схватывал, потому что, ну там, не успеваешь развернуться нормально из-за того, что управление так себе. Плюс он невидимый, и ты тупо не понимаешь, с какой стороны он там появляется. Да, и не можешь оглянуться камерой, в этом большая проблема. То есть не можешь камерой посмотреть, где, собственно, враг появился. Там приходится ждать довольно долгое время, пока она покрутится туда-сюда. Плюс к этому все осложняется тем, что веном Мэри Джейн цепью подвесил ее над водой, и вода начинает подниматься, то надо постоянно опускать рубильники, чтобы остановить воду. Но не то, чтобы это вызывало сильный дискомфорт. Но после того, как мы побеждаем венома, он говорит, что это мы злодеи, мы же похитили там какое-то устройство у доктора Осьминога. Но человек-поук говорит, что симбиот идиот, бьет его по морде. И говорит, Эдди, мы же виделись, мы с тобой столкнулись там на этой конференции, и ты знаешь, что в костюме Спайдермена тогда был не я? Я не понимаю, а вообще знают вообще личность Спайдермена? Ну то есть, что это Питер Паркер? Ну, веном, видимо, знает. Ну, веном знает, кот знает, кошка, в смысле, по-моему, знает точно. Она же говорит, что Мэри Джейн в опасности. Возможно, не знаю, но как бы там ни было, никто вроде как его тайну не выдает, а держит эту информацию при себе. Но в этот момент Мэри Джейн начинает орать, мол, Паркер, вытащи меня отсюда. И паучок смиренно говорит, да, я бегу, дорогая. В общем, он такой подкаблучник. Даже веном только говорит, ох, кому-то сегодня влетит. И мы отправляемся на поиски этого самого самозванца при помощи венома. То есть, мы с ним кооперируемся. Он так еще забавно сидит на картах, практически на крыше, пытаясь нам подсказать, кто же может быть этим самозванцем. И мы решаем, что... Волшебник. Ладно, я не буду говорить свой перевод. Что это может быть, скорее всего, мистерио. Выясняем, что... Мы, точнее, забираемся в, опять-таки, редакцию газеты, чтобы посмотреть там личные дела и выяснить, кто же может быть самозванцем. И в этот момент на здание начинают напатать маленькие симбиотики. И вот они те еще, падлы на самом деле. Да, они очень мощные. Паутина на них не действует. Обычная. Нужно искать огненную. Которой не так и много, если что, на уровне. И ее хватает там на 2-3 выстрела полноценных. Да, а в первом уровне, по-моему, как раз, где вы только встречаешь этих симбиотиков, вообще нет этой паутинки. И они меня далеко не раз загасили здесь. Ну да, парочку-троечку раз они меня тоже загасили. Потом я решил их не трогать, а просто их оббегал. Аналогично. И, в принципе, довольно действенная тактика против них. Я оббежал их там. Я оббежал их на следующем уровне, где надо разрушать генераторы, которые создают этих вот симбиотиков там такие. Нет, следующий там сначала лифт был. Ну, в лифте там тоже ничего сложного на самом деле нет. Тут ты просто сидишь на стенке, ждешь, пока лифт опустится и разломает все паутины вот эти карнажевские. Потом мы разрушаем вот, собственно, несколько генераторов. Ну, это больше похоже на наши ретро-зоровские принтеры материи. Есть такая тема, да. И попадаем в подвал, в котором вообще какие-то котельные. Опять эти принтеры. Но меня вот больше всего смутило, нафига здесь столько печек. То есть понятно, что туда вроде как удобно этих симбиотов сталкивать, но я этим не занимался. Я от них тупо убегал. Я тоже. Ну, просто само по себе зачем под зданием газеты вот такие котельные? Может, непроданные журналы сжигать. И в итоге мы выясняем, что за всеми вот этими делами, за самозванцем, стоит никто иной, как Мистерион. Именно он притворился нами. Причем, я забавно, я в этот момент решил сменить по лучку костюм в главном меню. И он у меня бегал не в классическом, а тоже вот как я, в сменном, скажем так, костюме. И мы вынуждены драться с огромным роботом Мистериона, который там размером, не знаю, с 4 этажа. При этом, знаешь, вот в какой-то игре дебютировали такие боссы, где ты вот бегаешь по их радиусу, как бы вокруг них. И вот это тоже вот одна из таких драк. Неудобная до ужаса, потому что ты должен повернуться к нему лицом, чтобы в него попасть. Ну, там в определенные точки на костюме. А как бы, ну, из-за плохой отзывчивости управления ты либо делаешь недостаточно большой шаг вперед и не поворачиваешься, либо достаточно большой и падаешь вниз, на этаж ниже. Поэтому с ним битва довольно-таки противная, особенно второй ее этап. Да, я эту битву проходил чуть ли не полчаса. Он меня очень много раз убивал, несмотря на то, что где-то там уже, знаешь, с третьей-четвертой попытки я научился довольно быстро расправляться с его вот этим первым состоянием, когда нужно разбомбить его пупырышки на костюме. А вот второе состояние, он меня выносил, ну, просто на раз. Эти дурацкие лазеры... У них вообще паттерна, по-моему, нету никакого. Он может прерваться и тут же начать, и снова прерваться и тут же начать. В какой-то момент меня это выбесило, я, естественно, решил воспользоваться своим, скажем так, читом, с сохранением загрузкой. И вот там прям отчетливо видно, что его как-то как будто даже коребят в плане анимации, когда он занимается вот этим вот перепрыгиванием лазеров с одного на другое. Это, да, немножко бесит, особенно учитывая, что у тебя управление такое хорошее, хотелось бы. Да, то есть сама битва, вообще вот концепция такого поединка, она занимательна, она интересна. И если бы не кривое управление, все бы было хорошо. Но поскольку у меня еще и не было возможности сохраниться между этими состояниями, то вот реально где-то полчаса я его бомбил. У меня бомбило, потому что он меня реально выбешивал этими тупыми лазерами. А еще там электрические разряды ходят по тому месту, где ты бегаешь. Да, то есть там приходится прыгать постоянно, причем в стороны, а стрелять прямо неудобно вообще ни разу. Но в конце концов я сумел его победить, но не прежде, чем я выключил игру. Мне в один момент надоело, минут через 15 я подумал, ну нафиг, пойду отдохну. Но в следующий раз, когда я зашел в игру, у меня не было пункта продолжить. У меня был пункт только новая игра. Я немножко очканул, но в итоге оказалось, что нужно зайти там в опции и там выбрать загрузить игру. То есть не из главного меню, а еще там сначала в какие-то подменюшки зайти, только оттуда можно загрузить, и тогда можно продолжить. Странно, у меня по-моему все-таки в основном меню было загрузить, но не берусь отвечать, поскольку я если выключал игру, то я просто охранялся квиксейвом и выходил из эмулятора. Ну и вот мы подходим к моменту финальной битвы, финальной главы, скажем так. Нам Мистерион рассказывает, на кого он работает, и мы отправляемся в подводную вот эту вот базу, которая выпускает наружу туман в город. Мы там через склад куда-то там пробираемся. В целом ничего особенного в этих миссиях нету, там тоже надо в очередной раз уничтожать генераторы, которые создают симбиотиков. А в следующем уровне мы попадаем в какой-то коридор, в котором все стены под напряжением, и нужно прыгать по платформам. И вот здесь опять я застрял, не знаю, минут на 15, потому что паук очень часто не хотел пускать паутину. То есть я прыгаю, я нажимаю кнопку прыгать вот на паутине, и ничего не происходит. Я могу несколько раз нажать, я могу там вместе зажать какие-то клавиши, ничего. Он иногда тупо прыгал и падал. Я еще сначала там в одном моменте видел, что если рычаг один дернуть, то где-то там сзади за три этих коридора открывается дверь. И сначала мне казалось, что наверное мне туда. Но я в итоге так и не смог туда пропрыгать, потому что на обратном пути постоянно происходила какая-то херь, постоянно я падал. В итоге я не стал даже оборачиваться, я пер прямо-прямо-прямо, и тогда попытки там, я не знаю, с десятой наверное я дошел. Но вот это место реально выбесило именно из-за неотзывчивости управления, именно из-за отказа паучка стрелять паутиной. То есть реально вот, знаешь, всплыл момент из фильма, когда там Паркер первый раз вообще пытался паутину пустить. Там такой, давай, лети-лети, паутинка. Вот у меня то же самое было. Я сидел такой, ну давай, ну давай, ну вот сейчас, ну, ну, и он падает. Да, там действительно непонятно куда лететь, и мне казалось, что можно боковые стенки, там где вот нету электрических разрядов, до них допрыгнуть. Но вот не получалось даже до них зацепиться, проблемка была. Но в итоге мы добираемся до, скажем так, основного зала этой лаборатории, и там, ох, сюрприз-сюрприз, оказывается, во всем виноват Осьминог и Карнаж, те силуэты, которые мы видели в самом начале игры. И вот тут идет, скажем так, трехэтапная битва с боссом. Но прежде чем драться с виновниками всей этой катастрофы в городе, нам нужно освободить женщину-кошку. И первый раз, когда я ее увидел, там катсценка идет, и я понимаю, что у меня нет звука. То есть, вроде как, там, шум на заднем плане есть, но никаких реплик нет. И поскольку у персонажей рот не двигается, то есть паучок он в костюме, а женщина-кошка у нее просто рот не анимирован, я подумал, может, она сидит в камере, в которой звук не проходит. Но, судя по движениям паука, он тоже что-то говорит в этот момент. А у меня нет звука. Дальше мы там решаем небольшую задачку по рубильникам. Задачку? Ты правда назвал это задачкой, да? Ладно, хорошо, не задачкой. Мы тупо бегаем к трем компьютерам, дергаем рычаг и закрываем все эти трубы, которые выпускают газ. И тогда выпускаем кошку. Опять катсцена, и у меня опять они молчат. То есть, они там что-то двигаются, анимированы, но о чем они говорят, я понятия не имею. Ну, на самом деле, ничего важного они не говорят. Там просто, типа, помоги мне, высвободи меня, отключи где-нибудь питание, и паучок там перезагружает систему, чтобы разломать все эти трубы, которые выпускают газ. Так что, немного ты потерял в сюжетном плане, пропустив эти заставки. В общем, да, мы добежали до доктора Сминога с Карнажем, вместе с нами еще Веном бежал, он как раз на себя взял Карнажа, а мы начинаем драться с доктором Сминогом. Опять-таки, бегаем по радиусу вокруг него, нажимаем там кнопочки, которые отнимают у его щита энергии, потом просто мутузим, когда щит спадает. Повторить три раза, босс побежден. Ничего вообще сложного абсолютно нету. С первого раза. Да, а вот с Карнажем у меня возникли проблемы. Дело в том, что его не берут удары, его не берет паутина, однако в центре есть какие-то ультразвуковая сфера, которая его очень сильно бьет. И то есть, надо его туда загонять. Надо понимать, что у меня тоже эта сфера бьет, мне в ней нельзя находиться. И я почему-то совершенно забыл про удар ногами, который неплохо так откидывает врагов. Я решил убивать его притягиванием паутины. Есть такой удар, ты его скорее всего даже не знаешь, у меня он получился случайно. Я помню, что он был. Короче, суть заключается в том, что ты должен нажать выстрел паутиной и в этот момент ношать назад и влево, например. Или назад и вправо. И тогда паучок его кинет. И один раз мне реально получилось его кинуть вот в эту вот сферу. Но остальные разы у меня либо включались кулаки, либо включался купол. То есть, вот все вот вещи, которые я не использовал вообще никогда в игре, они вот у меня случились вот в этот момент. И даже если получилось притянуть, то он почему-то притягивался не влево, а на меня. Может потому, что я играл со стиком, и там нормально вниз-влево не получается сделать. Он притягивался на меня и ударял меня в этот момент. То есть, я как бы сам себя бил. И вот на карнаже я реально застрял где-то минут на 10. И потом такой пишу Солду, слушай, конец игры, я не могу пройти карнаж. Он мне говорит, пинай его ногами. Я такой, твою мать. И вот без проблем запинывается, просто кидаешь этот круг и повторить несколько раз. Я даже более читерский способ нашел. Прошел карнаж с первого раза, сразу запихал его в эту сферу. А проблема в том, что она сначала его бьет, а потом исчезает на какое-то время. И карнаж очухивается и вроде как начинает снова тебя бить. Но его можно в этот момент связывать паутиной. Она его не удержит, то есть, если ты отпустишь вот использование паутины, но на момент пускания задержит. И я тупо оставил его вот в этом кольце. То есть, он сидит сначала орет, что ему больно, сфера исчезает, я его связываю паутиной, появляется сфера, я перестаю связывать паутины, его опять бьет. В итоге вот так вот повторил несколько раз, он у меня тупо не вылезал из этого кольца. Да, повезло себе догадаться до этого. Ну, а я как-то по-простому, по-рабоче-крестьянски его пихал туда несколько раз и, казалось бы, все, мы победили карнаж, мы победили доктора Сминога, все, молодцы. Туман ушел, город спасен, паук победил, но как оказывается, вот этот симбиот карнажевский хватает доктора Сминога, получается карнажный доктор Сминог, и от него надо убегать, причем довольно долго, довольно сложно, и не скажу, что не использовал сохранение загрузки, не то, чтобы часто мне приходилось, но пару раз спасли они мне жизнь, потому что, ну, бежать неудобно, он тебя нагоняет довольно быстро, а там еще иногда надо наверх забираться, а это паучок делает еще медленнее, чем просто бежит. Я прошел с первого раза. Повезло тебе просто, видимо, потому что, знаешь, иногда я-то, ну, не просто бежал, я на паутине летел по этим коридорам. Я тоже на паутине летел. И паук иногда любит, ну, скажем так, прицепиться к стене, когда не надо. Да, любит. Причем камера еще не очень удобная, потому что ты не понимаешь, когда будет поворот, когда надо останавливаться. Но в итоге, как-то, да, действительно с первого раза, но поскольку довольно адреналиново, то есть я понимаю, что я уже прошел далеко, действительно погоня занимает, я не знаю, минут, по ощущениям минут пять, наверное, чуть поменьше, конечно, но под конец уже было такое, типа, а, я не хочу переигрывать это, я хочу пройти, поэтому я прям бежал, сломя голову, я стрелял там паутиной, я постоянно прыгал, и настолько я, короче, прыгал, что в итоге я пропустил финальную катсцену. И у меня сразу хоп и титры. И я такой, типа, так, стоп, 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 тут явно что-то должно было быть. И потом пришлось выходить в главное меню, там можно просмотреть все ролики, и я включил себе финальную заставку. Ну, она такая, знаешь, в стиле, по-моему, марвеловских, после-титровых, вот этих, вот, знаешь, секретных концовок. Мне бы что-то напомнило из Мстителей про шаурму, вот момент, как они только сидят тут и в покер играют все вместе. Особенно меня порадовал Дэрдевил, который ни хрена не видит, и там что-то в карты зачем-то смотрит. Ну, сначала мы выясняем, как бы, что доктора Осьминога не убивает, вот этот взрыв, который нагонял нас. Карнаж, вселившийся в дока, он его спасает, поэтому мы вытаскиваем Осьминога на поверхность, и за нами прилетает Капитан Америка. Да, тоже чуть-чуть поучаствовал. А дальше, действительно, это сцена, где мы там в карты играем, всякие шутейки такие забавные, а следующий кадр уже, как все злодеи сидят в тюрьме, слушают радио, мне очень понравилось, на стене висит плакат какой-то девушки, такой вроде сексапелли, но на голове у нее шлем, как у Мистерио, это, я так понимаю, какая-то пассия, Мистерио. Может быть, да. Мамка. Ну и на этом, собственно, конец игры, и, наверное, нам пора перейти к подведению итогов нашего выпуска. В целом у меня ушло на игру чуть более трех часов, и сейчас уже, конечно, чувствуется, насколько игра устарела. Коротенькие уровни, не шибко удобное управление, но в целом она забавная, она задорная, и поскольку я не столкнулся ни с какими проблемами, кроме вот того звукового бага с тем, что у меня женщина-кошка молчала, больше никаких проблем я не испытал, и в целом даже получил некое удовольствие. Но поскольку все впечатления я очень сильно сравнивал с тем, что испытал в Spider-Man The Movie, который мне очень нравится, хотя, возможно, эта игра говно, я не знаю, я не помню, просто воспоминания о ней у меня очень хорошие. Есть, вероятность, что игра на самом-то деле может полное говно, но вот по каким-то сравнениям, конечно, чувствуется, насколько потом стало лучше. Но если брать вот эту вот игру, то в целом мне даже понравилось. Она веселенькая, она не напряжная, она не длинная, есть несколько выбешивающих мест, но в игре есть даже такая функция прям внутри игры, как читы, то есть можно там себе что-нибудь включить и упростить жизнь, либо сменить сложность, плюс за прохождение нормальной сложности мне, например, дали костюм симбиота, у которого бесконечная паутина. То есть можно в целом пройти, если хочется чего-то супергеройского. Я же скажу, что как человек, который с этой игрой знаком был еще давно, я получил довольно большой заряд ностальгии, особенно по первым уровням, которые я кучу раз проходил, в отличие от моментов с Веномом и Мистерио, куда мне не всегда хватало сил дойти. И вот ты сравниваешь Spider-Man The Movie, понятно, что прошло два года и, естественно, все вещи пофиксили, видна эволюция. А я вот сравню, например, The Amazing Spider-Man 2, который я тут недавно, скажем так, проходил, и я вижу деградацию, потому что там ввели открытый мир, который нафиг никому не нужен, пустой абсолютно, и все миссии сходятся к тому, что ты просто перепинываешь огромное количество противников и дерешься с боссом. То есть никакой фантазии там не чувствуется, просто уровень босс, уровень босс. А здесь, ну смотри, нам там и на поезд надо было поехать, и погоняться за кем-то, да, и заложников поосвобождать, бомбу разминировать. И все это как-то вот сравнивая игру, одна, которая 15 лет назад вышла, а другая, которая вот буквально недавно, и видно, что раньше было лучше. Вот что я вам хочу сказать. В общем, нам удалось немножко передохнуть после Ведьмы из Блэр, поскольку Spider-Man 2000 года игра действительно хорошая, и даже сейчас, ну, если, конечно, не будет там смотреть на графон и свыкнетесь с некоторыми особенностями управления, можно от нее даже удовольствие получить. Что мы и сделали. Да, что мы и сделали. А на этом на сегодня все. Оставляйте ваши комментарии относительно этой игры, пишите новые игры на разбор в комментарии под этим видео на сайте stopgame.ru Лайкайте, подписывайтесь, ну, а пока что всем пока. До встречи через две недели. Но, давайте ближе к самой игре. встречает ананас встречает ананас авокадо и говорит ему. Не всегда реагирует Spider-Man на нажатие клавиш. Вообще, управление не шибко отзвучивает. Отзвучивает? Да. Не шибко отзвучивает управление. Действительно. Очень херовая озвучка, я это могу доказать. У меня не черная кошка, а черный кот, который говорит голосом Хрюнделя из мультика Масяня. Эй, паук! Привет, черный кот, как дела? Я знаю о твоих проблемах, но сейчас грабят банк, и они взяли заложников. Не могу поверить, что они сбили полицейские вертолеты. Да, но будь осторожен, паук, я видел, как на крышу банка садился вертолет. Человек-паук, как я рада тебя видеть. Я знаю не больше твоего, наверное, ребята со скорой меня накачали, а потом я очнулся уже здесь. Ты должен меня отсюда вытащить. Если ты сможешь выключить питание, то я убегу. Спасибо, паук, ты мне помог. Хорошо, я вернусь.